В живописном месте накрыты столы. Иначе у хозяек не бывает. Прежде чем приступить к работе, в деревне всегда пьют чай. Так и перед конкурсом. Нужно основательно подготовиться, тем более, что испытаний будет немало. Ни для никого не секрет, что женщина села, хозяйка села, она умеет все. И по дому, и в быту, и в поле, и в лесу, как говорится, да, и на работе на своем трудовом месте, и в рабочем месте. Вот сегодня мы посмотрим, на что способны женщины. Первым делом участницы приступили к приготовлению блюд. Это тоже часть конкурса. Главный критерий – вкус и оригинальный подход. Галина Потапова, помимо своей основной работы, успевает следить за хозяйством и радовать домочадцев интересными рецептами. Картошка, лук, морковь и утка. Самый активный конкурс – рубка дров. Участницам хватило 10 минут, чтобы нарубить с десяток полен. Конечно, не без помощи присутствующих мужчин. А вот косить ловко и быстро получалось не у всех. Опыт и силы берут верх. Здесь быстрее справилась Татьяна Фролова. Такую работу она выполняет часто. Именно за этого мужчину сегодня борются хозяйки села. Участницам конкурса предстояло разбить его сердце пятью свинцовыми стрелами амура. Участницы конкурса совершили по пять выстрелов. Каждая попала прямо в цель, что вызвало приятное удивление как у членов жюри, так и у зрителей. По итогам семи состязаний все участницы шли ровно. У жюри не осталось выбора, как взять финал всех троих. Районный конкурс «Хозяйка села» пройдет в середине октября. Место проведения пока выбирается. Алмаз Кашаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.